Толяныч привет дорогой как у вас погодка погода нормальная практически весенние вот давай сплюнем чтобы в общем как бы она не проходила и зима не возвращалась потому что так уже этот холод надоел какая-то знаешь там безнадега может это с возрастом но какая-то зима это безнадежная давай поговорим о хорошем поединках прошедшего уикенда впервые слушай мы не впервые мы с тобой начинаем думаю что ребята подтянутся как тебе вообще вечер бокса если сказать вечер бокса был на таком на среднем уровне не выше среднего уровня вообще вечер бокса эти два боя не не выше среднего не даже нельзя сказать что такое крупно среднего ну просто среднего такого уровня кому нравится бокс среднего уровня вот это было для него ну а почему феликс кеш магомед мадиев что не восхитил тебя нет вообще не восхитил я ожидал большего от феликса кеша я самый по бою когда смотрел бой от магомеда ожидал тоже большего я не даже смотря его раньше его бои которые были у него на родине он потому что он практически всегда на боксировал и это видимо сказалось потому что он ему не мог построиться стилю который он не не встречал который для него был какой-то новый перец кеш не делал ничего такого что нельзя было передумать что нельзя было перебоксировать просто он был больше и вот я посмотрел про модель мадиева где он тренируется я когда смотрел что он тренируется стиченко вместе там в одном зале там у одних тренеров и для меня все стало понятно этого передерживания хотя если если бы он я думаю в восьмом раунде боксировал так как в десятом то он мог выиграть а так он выиграл только те раунды в которых имел нокдауны только два раунда могу ему дать и уже минус баллов с кеша кеш не делал ничего такого всех естественно еще раз повторюсь что он просто бил вперед и попадал мадиев шел вперед без ударов на там два шага вперед без ударов прикрывшийся блоком но бог у него не такой слабенький кеш мог его встречать левым и правым и за счет этого кеш выигрывал раунды и все но кеш тоже я по нему сейчас посмотрел он такой какой-то боксер такой немножко трусливый немного такой плохо обученным не так показалось в этом бою он потому что и ну слушай ну когда тебе прилетает во втором раунде плюха левой и ты ловишь жопу ну как то в общем можно объяснить осторожность скажем так но дальше кеш кеш начал рубиться и кеш взял на себя первым номером он работал довольно таки плотно довольно таки высоком темпо ритме и как оказалось мадиев здесь просто ничего сделать не может и правильно заметил потому что мадиева не было опыта проведения боев с разноплановыми соперниками а то божество которое перед ним стояла готовая там как маленький щеночек сразу перевернуться на спину и поставить животик вот только погладьте меня ли 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 лишь бы не кусайте это это и сказалось я вообще не понимаю я и не понимал его слов в лишний раз убедился куда ты хочешь кого ты хочешь сводить в какую школу идиотов так ты туда уже ходишь зачем еще туда людей тянуть то есть мадиев знаешь как я все-таки рассчитывал на том что вот его приемы когда он знаешь работает передней рукой правую руку прячет от соперника чтобы не увидели его ударов я думал что он будет более изобретательный но столкнувшись с прессингом оказалось что он бодаться на ближней дистанции не может а работать скажем на высоких скоростях у него быстро кончается бензин и срочно нужно знаешь как формула-1 заезжать на пит-стоп чтобы заправиться поменять шины и дальше ехать ну в принципе здесь кэшу респект несмотря на два нокдауна на потерянный пункт он отработал и отработал очень здорово вот хотя будущее мадиева будущее кэша как только в общем как бы один уже выехал из екатеринбурга я простоволосился посмотрим что он сделать 7 мая там во франции у нее намечен поединок а кэш это вот боец и чисто чисто манчестера чисто ливерпуля чисто лондона и может быть еще там уэльса вот и все вот то есть будущее шоу одного шоу второго посмотрели и забыли что-что-что я говорю правильно подметили я прямо вот сравнивал средний уровень бокса который который есть в англии да который вот ливерпуль манчестер вот поезд содружеств поезд британии и против среднего уровня что есть в екатеринбурге там в москве где-то в питере иногда есть эти вот турниры и выиграл британский средний уровень вот но опять же кэш умел драться скажем так хотел драться и несмотря на то что тоже у него скажем так бензина не всегда хватало но по крайней мере он показал просто большое сердце а мадиев решил поиграться в боксе просто опростоволосился хотя общем как бы я ожидал от него куда большего креатива скажем так бог с ним джон фишер габриэль энгема жаление этот бой я не смотрел кто-то я смотрю у тебя глаза кровью не наполнены из ушей ничего не течет ты знаешь есть хороший анекдот когда два грузина встречаются один гритеси мерседес купил говорит а какого цвета бордо а шо это бордо ты закат солнца видел да точно же такой только зеленый ты бабича видел вот фишер тоже самое только зеленый посмотри он есть на телеграм-канале за ринг шоу более тупейшего поединка я не видел если тебе совсем вот ты захочешь тебя тошнит но ты не с не можешь общем обливать и вот посмотри этот поединок это тебе поможет что ты думаешь по поводу боя джона райдера против даниэля джейкобса давай возьмем сначала с того что я говорил в предикшене что этот бой как я соскучился по этой фразе я же вам говорил потому что я не и потому что для меня было интересно почему боксер который проиграл всем топом его вывозят вперед и мне это вот все это вот махинации привело на мысль что его просто продвигать для какой-либо цели второе райдер проиграл этот бой почему ему дали победу потому что этот бой был для него сделан я посчитал райдеру железно три раунда он взял можно дать четыре не больше четырех но железно три вот если честно железно три вот чтобы мне сейчас сказали железно три ну давайте пройдемся и по джейкобсу на какой уровень спал он это не тот джейкобс который был с головкином не тот джейкобс который был деревяненко он он упал на уровень райдера если так взять просто он он не делал ничего для того чтобы он думал выиграть на на малой волне да он выигрывал раунды но это не было впечатляюще то есть он не впечатлил ничем после боя с рассаду я вам сказал что я заметил его спад и сейчас этот спад виден прямо реально когда он он боксеру ну скажем среднего уровня также да выигрывает раунды на тоненького но он выиграл да он выиграл просто дали райдеру но выиграл его на тоненького эти раунды и англичанам это дало право как бы не то что право как бы дало возможность его подсудить здесь чистое такое сказать ограбление века нет но ограбили его все равно потому что четыре раунда отдать взять и отдать ему победу хотя там я понял что раздельным решением да как я помню было раздельным один судья все таки дал джейкобсу даже независимый судья дал габриэль отдал победу джейкобсу да но я я я говорю о том что там было вообще был виден его спад я говорю про рассада я говорю сейчас с райдером ему райдеру дали победу раздельным решением да я так помню да 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 райдер победил на картах двух судей там 115 113 в сторону райдера 115 113 в пользу джейкобсу я вот сегодня просто переписывался даже по этому поводу с другими которые есть такие люди которые не любят альвареса и все хвалят райдера а я я понимаю почему потому что райдер проиграл всем кого альварес деклассировал понимаете он проиграл им и они как бы сейчас считают что нет но аргумент у тех кто считает что райдер выиграл то что он поднял темп давайте мы не судим как есть организация мма он в партинг чемпионшип в азии который конкурент ювси там судится полностью бой там не судится раунды но в боксе мы знаем что судится раунды давайте возьмем по правилам бокса правилам бокса нормально выиграл джейкобс кто там потом взвинтил темп кого был мощнее удар как будто там бы какой-то груша была какая-то чтобы мерить удар никто даже этого не делал мы судим по нормальному бокс правильно же ну и поэтому выиграл джейкобс подсудили его и все ну джейкобс я просто немножко упустил момент что джейкобс проводил последний поединок на контракте уэди хирна и далее как бы я так понял что он не хотел продлевать контракт у него я сейчас возможность общем как бы в алтервейте быть с хорошим соперником для бойцов элла хеймана например боксинг чемпионс и как бы действительно в общем судьба райдера скажем так боб более более интересовала и ди хирна судьба уже свободного агента джейкобса ну как нахрен он теперь нужен если я не могу с ним работать мне нужно платить ему деньги которые я заплатить не могу ну радик нет 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 у него поединок сейчас будет елдос а санулы против дэвида мореля то есть 9 мореля обыкновенный чемпион будет защищать свой титул против елдоса вот сейчас секундочку я посмотрю сейчас секунду привет ярчику добрый вечер привет рады видеть где-то там пропал у нас еще анатолий никак не может войти что-то не сходом не получается во втором среднем весе у нас получается что сауль альварес это супер чемпиона обыкновенный чемпион это дэвид морель скороспелка 6 поединков и уже чемпион вот любимая а но хороший парень вот мы мы обсуждали боже хороший парень который не провел ни одного поединка с бойцами из топ-15 реальными да вот бойцами и стал чемпионом с таким успехом хороший парень до первой остановки он может быть вот но ему предстоит сейчас сейчас мы посмотрим какой будет дэвид морел этот вот поскольку у него аидас ербасанулы казах а это барин скажем так проверит дэвида морелла на передок наработал он у жилберта миндосы титул либо действительно в общем как бы завоевал вот а после этого после этого боя то есть победителем дэвид морелла и дэвидас ербасалуны джон райдеры будет боксировать кто допустит вообще я ну как можно понимать что джон райдер может заинтересовать сауля альвареса может быть как дворник как шофер как и не знаю что-то вроде так как как какой-то чтобы смотрел за его домом когда его нету в мексике ну что-то такое поменяешь стать увеличить соби титки зробит соби вульву вот тоди може и зацикавить ярчик хорошо какой из трех поединков прошедшего уикенда ты считаешь самым классным а какой самый самый не классный а я не знаю я не могу навіть тут рассказывать что здесь таки розумные а потому что они для меня взагалі все какие-то пресни это какие-то пресни для меня у уикенд ну можно сказать это поединок что бишь-мешь классный потому что были нокдауны это кеша сцена абдуллах ратнина оце можно было подавиться это геронтофайтище которое влаштували джейкобс и с поединком таки вражение что их двоих в лифте заперли мне не дуже сподобалося хотя я цего и чекал что мне не сподобается а какие там еще третий я не давил я два бои давил то есть джона фишера против габриэля энгема ты не смотрел не не дивился не буду зараз говорить что мне не сподобалося и цей бей потому что я так понял что это был вообще полный разрыв цей поединок и мы его не довелся скажем так мне цей бей из джона фишера наиболее сподобався извращение ну так что анатолий выручай нас какой бой тебе понравился привет кстати здравствуйте вот скажи пожалуйста понравился больше всего какой бой больше всего не понравился больше всего понравился магиев кэш не понравился фишу больше всего райдер джекобс неплохой но мне кажется по накалу именно по самой какой-то интриги зарубе мне в чё-то больше понравился меди магиев с кэшом и топил за магиева ты доволен как он бой провел я не тоже быть топил я его первый раз если честно видел как в самом бою то что про него первый раз видишь и топишь за ним не я не топил не то чтобы топил за него я вообще смотрел как топил как за бокс но ломатиев приятно меня удивил приятного места поподробнее анатолий ты тоже ну да было такое потому что вроде бы как по досрочной победам у него там вообще их раз-два и общался а тут он так неплохо жестко попадал и вроде бы и кэш не пробит и какой-то вроде такой крепкий парня а тут оказалось что немного залетало ему ну принципе первый нокдауну просто его не видел и поэтому удара это самое страшное а второй мне кажется что где-то уже тоже какой-то ну немного проспалку это уже возможно тоннаж сыгрался тут сыграл до этого пропущенных ударов два правых было четко после второго он потерял равновесие но это успел удержаться за канат а что что по твоему мнению не хватило мадиеву чтобы в общем как бы дожать кэша ему не хватило смотрите мне показалось что первую часть поединка вот начиная крутом нокдаун первый раунд нокдаун где-то до раунда четвертого пятого он был более скажем больше работал корпусом заставлял кэша часто мазать при этом дистанция была такая которая он успевал контратаковать потом кэш изменил немножко тактику он начал выкидывать трех ударные или четырех ударные комбинации резко сближаться то есть связаться не давать активных действий их мадиеву и это где-то и плюс мне кажется вот этот весь навал и какой-то вот то что он перестал как-то работать меньше маятником много начал больше брать ударов на себя польбетч какие-то один-два постоянно через перчатки здорово залетали и он немножко как просел мне показалось немножко вот чуть-чуть сдал именно вот этот темп больше кэш тиктовал вот это ему вот этого мне кажется не хватило в конце он вроде бы завелся но уже упущена была большая часть поединка хотя в принципе мне что-то кажется что ну можно было бы и не щу дать честно говоря что стоя не уверен что прям кэш так там уверенно выиграл а за что уверенно выиграл два нокдауна это уже десять восемь если какие-то раунды два два забрал больше то всего лишь три пункта проиграл этот вот кэш ну да но смотрите что по вашему мнению он весь бой выигрывал но он проиграл только второй и десятый раунд ну мне кажется что это первые пять мне кажется что точно можно было убедить его дать вот где-то первый дубит до пятого где-то плюс-минус он неплохо действовал потом он начал проседать ты посмотри на лицо ярчика он офигел по твоих слов ну я себе зробил таки амплуа что я завжди офигеваю за Анатолия при всей повазе до него потому что а треба чтобы наша розмова не была скучною але тут я відверто якось офигев это это как я ну смотрите тут вопрос же в другом медиев тоже попадал много и кэш попадал кэш работал больше больше наносил ударов он активнее был он двигался у него но он тоже не попадал так много точно то что он выкидывал больше ударов это факт но если стреть на повторах он не попадал много чистых ударов то есть плюс-минус где-то он выигрывал на какие но мне кажется что вот эти нокдауны могли где-то сыграть в тех явных раундах где он проиграл в какую-то ближе к ничье ну опять же я не утверждаю что там ничья сто процентов я говорю что в принципе магиев наработал на нее как по мне вот и все ну смотри давай давай разберем вот посчитаем вместе первый раунд я даю ничью 10 10 согласен второй раунд 10 8 побеждает мадиев мадиев третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой раунды 10 9 побеждает кэш мадиев просто мадиев вот мы стали чем просто чуть чуть раньше подключились к этому разговору магиев просто не знал что делать в половине случаев он попробовал перебоксировать но сближался с одним двумя ударами у него не было той плотности которая была у кэша и когда он сталкивался попробовал вот физически чисто вот на физическом уровне конкурировать с кэшем оказалось что ни хрена мадиев не может близи координированной и самое главное мощно работать у него ли либо он может где-то на дальней ближней дистанции работать корпусом быть красавчиком а когда он начинает играть в игру кэша для кэша это было более природно нежели для мадиева и столяны чем мы тут в общем как бы пришли к общей точке что главная проблема мадиева что вот за поребриком екатеринбурге боксируя он не получил того опыта борьбы с разноплановыми соперниками обычно он был первым номером он давил соперников они уже как бы педалили а тут упереться и начать торговать ударами у него не получалось вот тут собственно говоря все да он наносил один-два удара но кэш-то наносил гораздо больше ударов и я что они были эффектнее али их было бы больше это по любому я имел ввиду я тоже как бы сразу обозначил что кэш за счет больше многоударных комбинаций грамотных тактических действий когда он понял что просто стоять перед мадиевом и бить не двигаясь опасно потому что прилетит он начал это делать грамотно и он выкидывал больше ударов это видно но я имею ввиду что попадание у него больше чем у мадиева таких ярких точных не было хотя визуально конечно он вел бой визуально он был главный в ринге потому что он диктовал и темпы и это и мадиев просел это было чувствовалось бою то в первых раундах выглядел неплохо очень и так конкурентно потом он просел просто начал много посильничать за счет того не то чтобы он хотел это ему так его так навязал такой бокс кэш как мне кажется за счет вот своих боли вот этих многоударных комбинаций смещений и во время сближения которое не давало медиеву раскрыться но при этом он все равно повскрывал в то что кэшу тоже пропускает тоже падает и то что меди в принципе боксер неплохой я соглашусь полностью ему надо чаще боксировать за границами екатеринбурга для того чтобы у него поднимался уровень оппозиции потому что боксер как мне кажется он неплохой очень такой у него есть еще туда мне кажется немножко слушай за границами екатеринбурга да 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 ярчик выводчь анатолий друже коллега и просто хороший золотой человек у меня до тебя таки питания бояшусь запутался твоих тверджениях то есть бей был больше-менее по поторопляннях ривный а визуально выглядав краще кэш питания нафига давать медиеву не я говорю что ничья было бы интересно вот так то есть я не утверждаю посмотри я не утверждаю что в медиев сто процентов не прав я говорю что он мне кажется наработал на ничью то есть то что суди посчитали я не спорю потому что визуально ну вот как я говорю так и было но не медиев точно не выглядел тут таким уж мальчиком для битья и вот эти нокауны и сам местами он ярко выглядел и тоже попадал то есть это куда-то если бы это было в екатеринбурге ничью бы дали точно но это в англии наверное так оно есть то есть я на второе сходимся сходимся на думке что мадеев сто процентово напрацовав на ничью а от кэш напрацовав на перемогу и все нет сейчас тебе от таляныча прилетит давай держи на всех трех дистанциях да хотя вот меньше он он не умеет он боксер и на дальней дистанции и на средней мадеев боксировал только на одной дистанция на средние и все на дальней он он нет не дать давал до кэша ближний кэш его брал в клинч то есть он не умеет боксировать ни в клинче не на дальней дистанции с большими соперниками мы здесь уже с Юрием разговаривали уже про него я ему дал Мадееву одну один совет убегать от тренеров которые тренирует и любители и профессионалы где он тренируется вместе с Киченко оттуда убегать он талантливый да но если он там останется и ничего с него не выйдет ничего просто я согласен тоже ему надо больше оппозицию более профессиональных тренеров потому что потенциал вот мне показалось у него есть если грамотно его будут вести хороших соперников подбирать у него еще есть какое-то будущее хотя бы вот побоксировать на каком-то хорошем уровне я не говорю что прям там чемпион но в хорошем уровне побоксировать с хорошими ребятами неплохо себя заявить это факт главное заработать само собой у него красивее был чем Кеша но он проиграл все раунды кроме тех у кого было нокдаун я так посчитал бокс у него красивее но толку с него не было он не знал как его применить потому что у него не было этой практики с такими боксерами он боксер вал против вани против васи против кого-то там из любителей которые пришел профессионал еще не знает что значит 6 раундов или 7 вот и все я и слова анатолий о том что в общем ему надо больше проводить поединков за пределами екатеринбурга так я боюсь в общем медведи загрызут ну и тут мы столяны чем еще общем будем смотреть на поединок который во франции проведет магиев 7 мая посмотрим что он там исполнит хорошо ты смотрел анатолий джонни джон фишер габриэль энгема да да смотрел вытри здесь потому что у меня тоже блевотина осталась я ну я вам скажу я даже мусс брил меня знаете какое мнение сложилось что фишер вышел в ринг с ветеринными мельницами и боксировал он сам себе придумывал какой-то сюжет в ринге вот я не понимаю что он делал боксер был стоячий с большими паузами надо просто работать передней рукой прятать какой-то вот этот силовой удар какие-то комбинации двигаться и выигрывать бой даже я уже не буду досрочно но по очкам без вообще проблем этот парня умудрялся сам начинать махать руками шумельница потом почему-то не хаотично убегать назад пропускать какие-то удары эти длинные паузы отходить ну короче такое ощущение что он сам себе придумывал в ринге сюжет и вот сам он себе по нему боксировал вот у бокса именно бокса и понятия что он делает и почему я не увидел и какие у него там перспективы хотелось бы увидеть его с парнями либо хорошие ветерана с тем же хелениусом например или там вот этот парня забыл фамилию что проиграл санчесу дал такой бой равный забыл фамилию крутится в голове а джагба они не в последний его который он намучился христиан хаммер хаммер вот такой как хаммер и и вот я думаю что что этот фишер просто прозреет от таких ребят я уже не говорю там о проспектах джо джойс дюбуа там или тот же тони йока который обязан таких как он перебоксировать в одну калитку ну короче парень ты знаешь в чем тайна популярности фишера у айди хирна не знаю видел чтобы батю показывали постоянно этого фишера они продали две тысячи билетов на этот вечер билетов на табуретки я так понял посереду батя короче билетов зазывала я вам покажу в представлениях это просто заглядеть да да я не знаю метод фишер ну как бы я не впечатлен вообще вроде бы он и там что-то двигается вроде как какая-то скорость есть вроде это но он такое вытворял ну он любимый партнер тайсона фьюри ну вот он знаете он временами косил с дистанции под фьюри потом врубал какого-то агрессивного аля тайсон 90-х годов потом убегал с такой головой поднятый непонятно вообще как кто ну короче чувак делал сам себе бой он сам себе делал сюжет и так и боксировал а его соперник кстати был очень удивлен потому что он тоже не понимал что делает этот фишер он не знал бояться уже к нему подходить потому что он не понимал что он будет делать ой никто не знает что они там на спаррингах может он просто анекдоты классно травить между играми и все и зато любимый спарринг так джон райдер даниэль джейкобс кто считает что джон райдер выиграл я вообще ничего насчитал я вам скажу что джон райдер выиграл для себя даниэль джейкобс как-то опростоволосился для себя хотя по бою он бой не проиграл однозначно а якщо вы еще раз повторите це питание я відповім эдди хир ну в принципе да кто бы из бойцов не выиграл выигрывает эдди хир ну все не ну вы кажете кто уважает что прайс выиграл я скажу цей ди хир нет если вы мне ответите что я согласен с тем что джон райдер выиграл я спрошу мне то благодаря чему где именно джон райдер выиграл потому что я не могу понять где он выиграл некоторые я прошу прощения то ли некоторые дилетанты я видел бой поэтому я видел бой я смотрел бой джон райдер выиграл я говорю за счет чего за счет ударов ну понятно если бы за счет переноса воды я бы как бы сомневался что тут планувался просто напросто тут планувалося хорошее имя у статистики джона райдера и уже джекобса везли туда на обои тому что хир ну он невигидный и задача джона райдера была в том чтобы достоять и не програти жалюгидно а там мы уже какой-то постараемся ну джон райдер на здоровье и пусть достоявый визуально он не выглядал что что там таки топ-то натянуты можно было хочу маневин програв три раунды кто програл джекобс райдер райдер проиграл три раунда до ну я с учетом так типа ну ладно ничейка ничейка можно ничью было натянуты а у меня райдер проиграл то есть райдер джейкобс выиграл получается девять раундов а райдер три раунда я не смотрю евробачиня у я река получается что на три раунда больше выиграл джейкобс вот так я вам скажу что я не думаю что джейкобса вели везли на убой под райдера я думаю что он сам себя поставил такие условия нет джейкобс просто не хотел продлевать контракт с иди хирном возможно это возможно это но я вам скажу что заметил джейкобс как бы ну не был никогда таким нокаутером скажем так чтобы он там с одного удара срубывал людей а вот и он почему-то вот в этом поединке то и во многих других очень плотно стоит на двух ногах я понимаю для чего так становится это когда на хотят нанести какую-то акцентированную там комбинацию то ли удар но он постоянно почему-то на этих ногах у него эти ноги были такие тяжелые если вспомнить бой кита термана таки терман двигался он там где-то не чувствовал дистанцию где-то вначале ему было тяжело местами правильно выбирать когда наносить удар когда смещал со временем с раундами немножко как говорится тело вспомнило и он начал действовать а джейкобс почему-то постоянно стоял на вот этих твердых как упертых ногах и еще умудрился немножко физически просесть и начал еще больше вот этой дозни которая почему-то пошла ему полностью в минусах хотя он не так много там прям там один или два раунда что там чуть пропускал чтобы как там нахавал чтобы давать победу райдеру ну точно такого нет ну на самом деле мы здесь столяны чем тоже пообсуждали что после поединка джейкобса против габриэля рассада джейкобс уже показал начало своего конца то есть апогей он прошел и это просто уже идет как бы падение потому что не физики благодаря которой общем джейкобс выруливал не много ударности не скорострельности то есть чуваку 35 лет и он уже постарел просто постарел если рассада скажем так берет за счет своих стальных яиц волосатой груди и вот биг херд как говорят американцы большого сердца то джейкобс просто знаете как я я устал я устал я заколебался ребята давайте я проведу проведу поединок и пойду нахрен тем более что мне лучше проще боксировать соединенных штатах америки на карте у элла хеймана там у меня еще есть имя я еще парку по парочку поединка вот по дорожке деревянченко пройду пару поединков проведу вот и все а годзилла годзилла чтобы какой бы он поединок следующий не проводил это будет братан это фиаско согласен тоже у джековса был рак он уставший у него был и рак он лечился химиотерапией он постарел просто раньше времени все его пик ушел он уже на большом спаде и все это его болезни возраст вот влияет же сейчас конечно же его на спаде уже он он из топа стал даже не крупным таким средником а среднего уровня боксером дальше уже еще еще хуже будет но лишенный своих главных фишек опять же это скорость это очень хорошая интуиция оценка перспективы реакция вот то есть это все уже потихонечку притупилась это как вот постаревший боксер все прекрасно видит все прекрасно знает все он умеет просто он уже не успевает и все но даже постаревший джейкобс бледный джейкобс просто как бы был на голову выше по классу вот технического мастерства нежели туповатый прямолинейный райдер который кстати тоже уже не показывает скорости не скорости не плотности в нем только когда джейкобс начал уже прошу прощения там срать кирпичами от усталости тогда райдер кинулся вперед но он настолько хотел сделать сразу все что у него просто ничего не получалось надо но ноги жили своей жизнью голова своей руки свои и все мне здаются будь-який більш-менш свежейший боксер мое ушатати райдера занавто він прямолинейный уже толик не будет этого делать чого потому что анатолий а ты посмотри какой анатолий свеженький небритенький лучше толик толик по-перше поближе до англії по-друге не женатый его не жалко хайде толик не женатый у него в каждом районе кишинева жена ну так справа в том что я за той говорю у него детей багато так что треба то все кормить не толик знает что делать со своей спермы он у нас не сеятель он у нас страхатель я казал лезь подеревянский можете его процитувати ладно я никогда не казал лезь подеревянский влажная салфетка не заберемене поехали далее что 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 ждет на следующей неделе на следующей неделе ребята нас ждет дохрена чего у нас ждет абдулаев линарес у нас форхи мунгия баллар у нас мариуш вах против магомета в канаде и у нас самое главное противостояние большая британская херня амир хан против тела брука так что нам придется поговорить и поговорить до ярче куда единый чемпионский битцова як его паня а чемпионский битцова у нас больше легкой ваговой категории до 48 стреля до сколько кто то понял что то 48 понял что 48 что вы на этот уикенд бой чемпионский будет 48 да 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 один у наилегчайшей ваговой категории а где он будет подожди ты меня заинтересовал может быть таиланец этот сорок шесть килограмм этот самый маленький вес а сорок девять да 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 тот что побил чувака что побил был рекорд мейвезера ну намагался побить а это сорок шесть не сорок девять сорок шесть это самый маленький вес ВСWC, чем победник WBC, да? WBC. Да, да, да. Это как его? Рокхван, Роксфан. Их имена, два тайландца. Но их имена трудно запомнить. Но я помню, чего звать ты Патя, Чипаня. Да, да, да. Ярчик, не неси. Сейчас, секундочку, я окончательно сейчас долистаю. Я несу людям счастье, радость. Я счастье людям несу. Смех и радость. Ты салфетку никуда не выбрасывал? Потому что ты несешь полную хрень. Я не вижу такого поединка. Поединка ни в пятницу, ни в субботу. Як вы не бачите? Может быть, в понедельник? Не может быть, зараз. Подождите, что-то вы заразу... Вы что, салфетки все нашли, блин, что выключили видео? Зараз мы знаем. Пятницу нету. Того звали, кто побил рекорд? Миньотин этот. Миньотин. А, 22 числа. Паня... 29. 29. 29. Ярчик уже пошел на неделю вперед. Ярчик уже пошел на неделю вперед. 22 февраля. Это коли? 22. Не дадим нас в блуд. 22, это когда-то вторник получается. Да, 22 февраля. Ну, а мы говорим за уикенд, то есть за выходные. Ну так, а куда это подход, подтасовывать? Это уже на следующий неделю. Ярчик, а куда тебе это засунуть? Ты скажи им. Ярчик, где ты пропал? О, появился. Ну, у меня в музее садомазохизм, чтобы такие питания задавать. Просто понимаешь, ты так говоришь, вот он должен состояться поединок в уикенде. И я в ахуе, потому что я уже программу записал, блядь. Ну, нет у меня там этого боя, блядь. И ты представляешь, блядь, мне сейчас нужно съесть, написать еще одну часть сценария, пойти в студию, записать это все, блядь, и снова монтировать, блядь. У тебя совесть вообще есть? Так меня пугать. Нет, после того, как вы это сделали и поняли, что все чуть-чуть не так, вот после того, как вы сказали, что у меня есть, какая совесть, и чего у меня, каких органов после того будет не выстачать. А все равно, если бой во вторник, вам всегда надо будет за него что-то сказать, наверное. Да, да, да. Дуже интересный бой, я взагалі вважаю. Да хрен я о нем что-то буду говорить, блядь. Он меня и нахрен не интересует, блядь. Потому что я видео его вряд ли посмотрю, блядь. Главное, если као, патя по-добрс-рэй. Это реванш, секунду, минутина будет, наверное, да? Да, 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 реванш, реванш. Ящик, откуда ты про него узнал, про этот бой, вот скажи мне? Где ты его нашел? Слухай, ну, а по твоему атталянку... Я еще не знал, где ящик это его вытащил, черт из того керки, а вот вам получите. Таиландцев. Я думаю, что ты на чемпионский бейс. Вот вам Юрий Михайлович и Юрий в день. С Ярчиком. Я думаю, что Ярчик просто сидел в туалете, у него были влажные руки. Смартфон вылетел из руки, когда он его споймал в бокс-рэйке, он случайно ткнул на 22 февраля. Ну, а чем в туалете можно заниматься, кремпатия под оборудшую? Ты говоришь, 22 февраля? Да. Ни хрена 22 февраля нету. 29 февраля, да там, 29 февраля нету. 24-го, да, 24-го в четверг. 29-го марта. 29-го марта они будут боксировать. Ярчик сидели в жопу со своим календарем бокса, блядь. Ярчик забудил всех. Через месяц бой, ярчик. Я через месяц. Ты смотришь по мусульманскому, по хиджри, по лунному. 29-го марта в Нахон-Саванне, Таиланде, да, панья Прадабрсри против Чаяфона Мунсри. Это жесть, Ярчик. Где ты их нашел? Это просто жесть. Такое впечатление, Ярчик, я прошу прощения, но такое впечатление, что ты нашел календарь месячный. Я не буду рекламовать сайт, да я его нашел. Напиши владельцам этого сайта, пусть они в жопу идут со своим календарем боксом. 22 февраля, сука. Вы там колись проживали 20 февраля. Юрий Михайлович, вся жизнь перед глазами остановилась. Вся работа на смарт. Я представляю, реально я тебе говорю, у меня сейчас кусок работы. Я уже смонтировал практически программу. Ладно, в ринге, Ком. Подпечатай ты дальше. Ярчик, у меня... Чтоб ты не сомневался. Тебе еще 20 раз отбьется. Глава фамилии их не выучи хорошо. Выучи их и фамилии, потому что они очень легкие. Да, Патя подобрал среди и вытри. Да, Том Цонг на Байарин. Поэтому тайландские боксеры всегда берут свои клички зала. Погоняют, в каком зале они тренируются. Они взяли у тех, кто занимается муай-таем. Это вот. Они берут вот клички зала там, блядь. И поэтому их так легче как-то расценить по именам. А так их имена родные выговорить это не знаю. Это нужно какие-то тренировки, типа, не знаю, логопевту. Не знаю, куда-то нужно заходить. К логопеду. Да, представляете, как у нас так было? На рынке вас садил США. Если это японские имена, мы еще можем выговорить, а эти... Петя Локомотив. Саня Футболист. И Женя Убер. Влад, я поехал в Америку. Ясно. И вот на этой оптимистической ноте Это у вас оптимист. Подъебка Ярчиком. Блин, я сблидно. Меня не будет на тех выходных. Давайте я быстро прогноз дам. Какие там бои. Я сразу дам прогноз. Давай. Хайми Мунгия Баллард. Давай ты расскажи, что так сталося. Мунгия. Давай. Что Мунгия? Выиграет. Да, это просто. Обдуваев Линарес. Все, блядь, ясно. Все, блядь. Обдуваев. Так что ты в среду лучше подтягивайся. Возьми там где-то на часик отключись. Возьми заложников. В 21.00. В 21.40 отпусти. Давай. Брук Хан. Хан. Чингис. А я же Брук отоплю. Ладно. Чингис Хан. Хану. Чья жена спала с Джошуа. Ты видел жену Джошуа? Ты видел жену Хана и видел Джошуа? Ну, так поэтому... Как они спали? Она же, она бы лопнула. Поэтому над Амир Ханом всегда все смеялись за Алик. Говорила, твоя жена в другую весовую категорию запрыгнула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова